Доброе утро, друзья! У нас по-прежнему 28 августа на календаре, понедельник, в студии «Хорошее настроение» Ольга Бурлакова, Александр Меженны. Доброе утро! Мы так рады, что вы с нами вместе, прямо аж хочется петь. Ну а как же будешь петь без замечательного, удивительного голоса нашей гости? Итак, друзья, встречайте, Искуи Абалян у нас сегодня в студии, и мы этому несказанно рады. Доброе утро! Доброе утро всем! Но прежде чем начать наш разговор, представляем вам партнера нашей программы – кондитерскую фабрику «Витьба». Эти сладкие подарки от нее. Бисквитные сладости от «Витьбы» – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Витьба»! Наполняем жизнь вкусом! Попробуй нежные, имплазированные пирожные, с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как чудес на вокруг, из-за рядом с другом, силой смелость у нас наполняет Сноу-Макс. Сноу-Макс! Сказочно вкусно! Ну, надо сказать прежде всего для наших телезрителей замечательных, что 3 сентября на Дне письменности в Полоцке, помимо массы мероприятий различных, интересных, состоится еще и концерт, замечательный проект телеканала СТВ – «Золотая коллекция белорусской песни», на котором и выступит Искуи Абалян, которая принимает участие практически во всех наших мероприятиях, во всех концертах. Но этот концерт особенный. В такой день, 500-летие белорусского книгопечатания. Искуи, что ты будешь исполнять на этом концерте? Я буду исполнять песню «Зорка Венера» на стихи Максима Богдановича. И, честно говоря, эта песня, она настолько замечательная и какая-то у нас она получается такая, знаете, с таким флером какого-то космического, что ли, такая полетная получается. Она действительно очень красивая и в моей памяти она запомнилась, конечно, в исполнении песниров, и в частности Валерия Дайнека. Потрясающий голос с невообразимой техникой, душой. Можем послушать фрагмент сейчас. Давайте, с удовольствием. Видите, какая прелесть, да? Да. А, кстати, вот в аранжировках, с которой ты будешь выступать, кто ее делал? Евгений Олейник. Евгений Олейник, то есть это будет нечто новое? Да, конечно, это будет новое прочтение, но поскольку песня – это действительно золотая коллекция, конечно, мы будем сохранять ее мелодические ходы, ну, за исключением, может быть, каких-то нюансов. Но одевать мы будем ее в такую, ну, немножко свежее новое прочтение. Конечно, хочется что-то внести такое свое, чтобы она в сегодняшнем дне была достаточно свежа. У нас задача – сохранить, освежить и пролить ей жизнь в новом времени. Искрин, у меня вопрос. Ты всеми любимая белорусская артистка армянского происхождения. Да. Каким образом, как твоя творческая судьба сложилась именно в Беларуси? Я себя, наверное, ощущаю каким-то человеком мира, потому что родилась я в Киргизии, сама армянка, выросла в России, живую работаю в Белоруссии. Я попала в Белоруссию, потому что я приехала сюда учиться и поступать. Все. И здесь осталось. Белоруссия – это моя любовь, это моя семья, это мои друзья, это моя любимая работа, это мои слушатели, поклонники. Это земля, это природа, это буслы. Кто из белорусских авторов, композиторов, поэтов тебе ближе? Чьи, может быть, песни, на чьи тексты ты с большим удовольствием поешь? Есть такие любимые? Ну, на самом деле, мне очень нравится, как пишет Олесь Бадак. Мне нравится, как делают переводы многие наши. И Лена Турова очень хорошо пишет. И Андрей Костюгов пишет. Очень много и современных, и уже известных песен. Тут ведь самое главное, понимаете, чтобы сохранилась идея песни, и вместе с тем найти правильное распевное слово, которое бы отражало суть, идею. То есть тут вот момент в этом. Поэтому очень много у нас есть. А что ты распоешь нам сейчас? Вот я так вот плавно подвожу. Сейчас я петь не буду. Я бы хотела спеть с тобой. А ты забудь про эти шпаргалки на гитаре. Он на работе. А на работе диней. А давайте споем что-нибудь втроем. Зарядим этим утром, так сказать. Что-нибудь белорусское? Да, пожалуйста, давайте. Давайте идеи. Традиционно в таком случае, знаете, как белорусы выходят из положения, сразу же куполинку начинают петь. Давайте мы не будем оригинальными, да? Поехали. Три-четыре. Куполинка, куполинка, тёмная ножка, тёмная ножка, одеждая дочка. Давайте не будем усыплять наших телезрителей. Надо было что-нибудь такое. Эй, эй, эй. Ну вот что пришло в голову, импровизация такая. Мне кажется, это самое то. Вот что для тебя золотая коллекция белорусской песни? Всегда ли легко отдавался выбор той или иной песни? Причём надо же было всё время каждому концерту что-то новое искать. Ребята, на самом деле песен белорусских очень много. Всё зависит от степени твоей фантазии и желания вдохнуть новую жизнь в эту песню. И, конечно, от того, какие рядом с тобой аранжировщики, насколько у них подвижное мышление музыкальное. Это очень колоссальный труд, потому что очень редко кто может отойти от известного стандарта, общепринятого музыкального, и сделать что-то новое. Для этого нужно, на мой взгляд, слушать очень много музыки и довольно свободно владеть различными стилями. И легко в этих стилях купаться. Этого достаточно для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в уже известную песню. Замечательно, что есть такая серия программ музыкальных, которая возвращает нас в эти песни, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень. Ну и вот в нескольких словах. Пригласи наших зрителей на концерт 3 сентября в Полоцк. Дорогие друзья, мы с огромным удовольствием приедем 3 сентября в этот замечательный, старинный город, город храмов. И давайте вместе отпразднуем этот замечательный день в кругу, на мой взгляд, прекрасных артистов и потрясающих белорусских песен. Мы вас будем ждать. И мы тоже будем с нетерпением всех ждать в Полоцке. Золотая коллекция белорусской песни, созданная исключительно для вас, дорогие наши зрители, телезрители. Искуи, спасибо, что ты была сегодня утром вместе с нами, подарила нам хорошее настроение. А мы, в свою очередь, хотим подарить тебе сладкое угощение от нашего партнера. Опять прощай фигуры. Кондитерской фабрики «Витьба». Спасибо огромное. Сладкое угощение для любимой артистки. Спасибо. Очень рады всегда тебя видеть в студии хорошего настроения. И не только. Да, и много тебя не бывает. Спасибо огромное, ребят. Очень рада была вас видеть. Ну что ж, друзья, мы идем провожать нашу гостью. А вы смотрите новости 24 часа.